Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Давыдов Сергей. Я заехал к своему другу и напарнику, я больше чем уверен, вы все его знаете, его тоже зовут Сергей. И мы решили вам показать одно очень интересное решение с люком-невидимкой. Существует такая проблема, когда люк находится в нише, и, в общем-то, мы сейчас все расскажем. И также произведем обзор ванной комнаты. Погнали! Итак, как обычно, у нас небольшой творческий беспорядок. Здесь много было плиточных работ, также черновые работы. Сейчас все вкратце покажу. Здесь у нас плитка шестиуголка. На мой взгляд, смотрится очень прикольно. Я бы себе тоже, наверное, так сделал. Так, что у нас здесь еще? Самое интересное. Переходим к ванной. Здесь у нас практически все готово. Поэтому погнали! Здесь у нас по стандарту на фанерку магниты и в фанере приклеена плитка. Фанера обработана гидроизоляцией Кломастер. В данный момент люк еще не прорезан, поэтому сейчас открывать не буду. Кстати, многие интересовались, мы в прошлом видео тоже там делали, в Москве объект, по конструкции люка. Вот надо будет как-нибудь снять, чтобы ребятам показать, как это делается. На самом деле, мне кажется, очень практично и довольно-таки интересное решение. Так, самое интересное место, значит, по люку невидимки. Люк невидимки у нас мега-алюминиевый, насколько я помню. Что здесь было за вопрос? Мы уже собрали этот короб и столкнулись с такой проблемой. Когда мы открываем люк... Давай поближе покажи этот момент. К примеру, если бы у нас плитка была вплотную к углу, открываем люк, он стремится в правую сторону. Получается, что он был уперся в угол и больше не открывался. На объекте работал Алексей Электрик, который Goodmaster Pro в Инстаграме. Ну, это наш Электрик, в общем. Вот. И им была предложена идея, которой я очень благодарен. Мне она очень понравилась. Мы по бокам, значит, замонтировали профиль под светодиодную подсветку. Немножко отклонились от дизайн проекта. Здесь по дизайн проекту была сверху диодная лента. Мы ее переместили сюда. И тем самым у нас получилось по 18 мм справа и с левой стороны. И люк у нас сейчас открывается. В общем, вот такое интересное решение. Я думаю, что кому-то это пригодится, когда я его увидел. Мне очень понравилась идея. Давай, Серега, включим подсветочку. Где она включается? Свет внутри, подсветка здесь. В итоге, мне кажется, очень прикольно смотрится. И такого решения я еще не видел. То есть, я видел что-то похожее, но именно вот, чтобы устранить эту проблему с люком, такого не видел. Так что, если кто-то будет выполнять подобную работу, ребят, пользуйтесь. Сантехник у нас делал Серега. Он у нас и сантехник, и плиточник. Как обычно, все аккуратно сделано. Тут у нас гидроизоляция, да, внутри? Да. То есть, такой серый цвет. Ну, лично мне и Сереге тоже нравится такое решение. Вот, если у вас есть какое-то мнение по этому поводу, обязательно пишите. Будет интересно послушать. Так, ну и у нас что здесь? Довольно-таки все просто, Серега. Расскажешь, что мы здесь ставим? Краны Bugatti с Американкой. То есть, в случае чего, все очень быстро и просто разбирается. Здесь накидные гайки. Вот, значит, после механического крана идут краны от системы Neptune. Грязевик. Редуктор давления с манометром стоит. Щетчик. И фильтр более тонкой очистки. Здесь у нас уже пошел фэвопласт, полипропилен. Обычные гребенки. С обычных гребенок на накидных гайках уже переход на полипропилен дальше. Это у нас два крана, запитан полотенцесушитель. Да, кстати, давай посмотрим, где у нас полотенчик. То есть, здесь он входит. Стояки у нас здесь. Вошло сюда. На кранах дополнительно. Дальше в штробах пошла труба. Вот она здесь со стыдкой вот сюда пришла. Полотенчик продавливает просто замечательно. Очень горячий. Все очень хорошо. Как я уже сказал ранее, наша бригада здесь выполняла не только плиточные работы, но и также электрику. То есть, получается выравнивание всех оснований. Электрика, сантехника и плиточные работы. Самый нужный и самый сложный ремонт. Вот такой вот щиточек. Еще пока что не доделано, но все уже длится к завершению. И вот столько вот проводов. Электрика, к сожалению, сейчас у нас на объекте нет. Он бы дал пару комментариев. У нас обязанности между собой распределены. Электрик отвечает за электрику. В общем-то, каждый отвечает за свое дело. Так, здесь у нас получается ванна. И из ванны мы попадаем в туалет и душевую зону. Здесь будет какая-то шторка. Заказчик еще не определился. Я думаю, что стекло или что-то типа того. На стенке в разбежку у нас уложен керамогранит. Какой тут у нас? 120 на 20, да? Под деревом. И, кстати, еще одно интересное решение по ванной комнате. То есть, как спрятать датчик для утечки воды. Их несколько. Один там под ванной. И вот здесь вот сделан такой аккуратненький слив. Если будет протечка, там лежит датчик. То есть, многие просто его бросают под унитаз. Мы же решили сделать более это аккуратно. Еще одна интересная особенность. Многие вмуровывают датчик просто в стенку. У нас все датчики сделаны в гофрах. То есть, если он выйдет у нас из строя, мы просто поменяем провод, поменяем датчик. И ничего ломать не надо будет. Сейчас поближе покажу гофру. Так, и теперь, наверное, самое интересное. То есть, в целом, вы все посмотрели. Все вроде бы издалека кажется, скажем так, изумительно сделано. Но я хочу поговорить также про то, какая плитка бывает. Многие заказчики смотрят картинки. И потом очень сложно им приходится это доказывать. В общем, не будем создавать какие-то нелепые стандарты качества. Давай, Серега, расскажи нам про эту плитку проблемную. Давай, может, с этого места начнем. А, или пойдем, да. У нас есть там пару кусочков. То есть, опять же, эту плитку все нужно было запиливать. И это было очень сложно. На том объекте, где я работаю сейчас, там плитка более-менее хорошего качества. Значит, если смотреть по плоскости этой плитки, то есть, у нее углы зализаны вверх. Так, сейчас, как мне больше. Чтобы видно было. Соответственно, когда на производстве снимали кромку, получается, что в углах кромка снята больше гораздо. Ну, вроде как видно. В общем, ну, если так, здесь примерно 2 мм, а здесь чуть меньше, наверное, миллиметра. То есть, погрешности большие. Здесь тоже, кстати, зализаны углы. Соответственно, при облицовке получалось две проблемы. Во-первых, за пилом плитки плоскость невозможно было выровнять. И при облицовке по ровной плоскости, сейчас наглядные перекрестия покажем, какие проблемы возникали. Кстати, вот эта плитка, я давненько такой не видел, приложил лицом к лицу, она выгнута в другую сторону. То есть, ну, так, наверное, будет не видно. Давай просто лицом к лицу, я ее просто буду сжимать. Вот. То есть, длина 60 см, получается, у нас. Длина 60 см, и углы у нее закруглены. То есть, плитка у нас вот таким вот образом идет. Если у нас, ну, в 90% случаев наоборот, то есть, углы у нас смотрят вот так вот. И очень, в принципе, просто это все утягивается. В таком случае все утянуть на колонне, где... Пойдем в колонне. Где у нас получается элементы, то есть, два угла и есть центральная вот эта часть. Это практически сделать невозможно. И если здесь, конечно, все приглядывается, здесь есть, ну, скажем так, да, недочеты. И это никак не относится к мастеру. Дело в том, что я специально это все показываю, для того, чтобы заказчики и мастера принимали, что если вы хотите хорошее качество, то вам нужен хороший материал. Вот. То есть, с углом здесь, конечно же, плясали, долго все пытались исправить. Заказчик у нас очень адекватный и понимающий. Вот. Все эти мелочи понимают. То есть, ту плитку уже куплены, естественно, менять я никто не собирался. Приходилось работать с тем, что есть. Ну, по двум перекрестиям можно посмотреть. То есть, у нас в этом перекрестии получается визуально как два косяка. Первый косяк, то что, вот, где я провожу ладошкой, плитка идеальна в плоскости. СЛПшка все вытягивалась. Но вот этот вот угол очень сильно торчит. Мало того, что за счет того, что он торчит и кромка большая, если смотреть под прямым углом на это перекрестие, то кажется, что шов неравномерно идет. Но это не так. Да, то есть, даже вот здесь, СВПшками здесь стянули, получается, здесь вот прям идеально. Здесь идеально. Здесь идеально. Ну, и здесь. То есть, если бы стянули здесь, вот здесь вот торчок идет, вот здесь скачок и вот здесь скачок, то получается, что вот здесь был бы такой же бугорчик, и когда свет не на него попадал, это было бы очень хорошо видно. То есть и сейчас это будет видно. Шов здесь какой ты делал? Два? Здесь два миллиметра. Шов два миллиметра, но даже по моему мнению, я бы делал, наверное, побольше. То есть заказчики очень любят покупать большую плитку и просить, чтобы мы уложили ее без шов. Так делать нельзя, и вообще такого не получится. То есть представляете, какого качества должна эта быть плитка. Вот. Также у нас второй заказ, где мы делаем двери скрытого монтажа. Я в одном обзоре показывал. Вот. В общем, тут тоже целая куча проблем с ней. Дверь не будет иметь об наличниках. Сейчас какая-то мода на такие двери пошла. Вот. Скажем так, для себя новые двери ставим. Ну, не мы ставим, а мы их, скажем так, подгоняемся под них. Ну что ж, друзья, вот такая вот главная комната. По моему мнению, здесь все сделано очень хорошо. Единственное, немножечко подвел материал, но, как говорится, если работает мастер, все должно получиться хорошо. Максимально хорошо. Мы всегда говорим заказчикам, что мы идеально не делаем, мы делаем так, насколько максимально получается качественно это сделать. на этом у меня сегодня все. Всем пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok